Здравствуйте! Меня зовут Виктор Гребенников. Я сейчас хочу вам рассказать метафору, которая позволяет включать внутреннюю трансформацию. Трансформация – это переход с одного состояния в другое. Это когда пришло время измениться, когда пришло время подняться на следующую ступень своего личностного роста и развития. Поэтому просто располагайтесь удобно, расслабьтесь, откройте в двери свое подсознание, и тогда эта метафора, она включит все ваши скрытые резервы, которые помогут вам измениться и чувствовать себя лучше и комфортнее. Жила, была одна маленькая, а может быть и не маленькая, гусеница. И она считала себя обычной гусеницей, хотя была очень красивая, если так можно сказать про гусеницу. Вы, наверное, видели, что гусеницы на самом деле бывают разные. Есть зеленые гусеницы, есть коричневые, есть даже красные гусеницы, пятнистые. Но это к нашей истории не имеет никакого отношения. Потому что гусенице было все равно, как она выглядит. Потому что у нее не было зеркала, и она не любовалась собой, хотя, наверное, об этом мечтала. Так вот, гусеница жила так, как живут многие гусеницы. И она делала то, что делают многие гусеницы. Но больше всего ей нравилось подниматься по веточкам деревьев, высоко-высоко, Откуда открывались хорошие виды, видам, на пространство вокруг. Это были какие-то поляны, какие-то другие деревья. И она, смотря на эту красоту, закрывала глаза и мечтала. Как ей хотелось побывать на каждом дереве, на каждой полянке. И она мечтала, как здорово, если бы у меня были крылья, Я могла бы легко перелетать с одного места на другое. И вот она так жила, оглядываясь по сторонам. Нету ли какого злого воробья, который мог бы и склевать. Есть ли какие-то рядом подружки, другие гусеницы, с которыми можно было пообщаться. Но вот однажды наша гусеница, она почувствовала, что что-то происходит очень важное в ее жизни, Отчего ее жизнь полностью изменится. И не зная, что делать, ведомая своими внутренними инстинктами, Она нашла небольшое допло в дереве, залезла туда и начала делать то, что никогда до этого не делала. Она выпустила нить, паутинку и начала себя обматывать со всех сторон, создавая кокон. Хотя некоторые гусеницы просто выпускают определенное вещество, которое на поверхности затвердевает, создавая коконку. А вот наша гусеница всплела себе шикарный домик из паутинки. И хотя она никогда до этого не делала, у нее этот домик получился сразу. Потому что природа позаботилась о том, чтобы все получалось сразу. И внутри домика она почувствовала себя уютно, хорошо, защищенно. И она не заметила, как закрылись ее глазки, и она уснула глубоким, качественным сном. Может быть, это даже был глубокий, качественный транс. Но она об этом не знала и не подозревала. И вот ей снится, что она меняется. Что жизнь гусеницы уходит куда-то далеко-далеко и стирается с ее памяти навсегда. Это были удивительные сны, удивительные истории. И никто снаружи не знал, что там внутри происходит. Внутри этого домика, внутри нашей гусеницы. А внутри происходят глубокие, качественные изменения. Менялись ее мысли, менялись ощущения, менялись обменные процессы. Даже структура тела полностью перестраивалась и менялась. Я не знаю, сколько прошло времени, но эти изменения закончились. И из кокона вышла совершенно другое существо. Молодая, красивая бабочка. И она расправила крылышки, подсушила их на солнце. А крылышки были очень и очень красивые. Разноцветные, с очень красивыми узорами. И она поняла, что она теперь бабочка. И она поняла, что она совершенно забыла все, что было связано с жизнью гусениц. И просто взяла и спрахнула. И полетела. И хотя она взлетела в первый раз в своей жизни, у нее все получилось сразу. Потому что природа позаботилась о том, чтобы все получилось сразу. И так приятно смотреть на эту бабочку, которая порхает с лепестка на лепесток. С дерева на дерево, с одной полянки на другую. И тут она вспомнила, что когда-то все это снилось. А теперь все стало наяву. И от этого наша бабочка стала еще более счастливой, еще более добрая, еще более жизнеутверждающей. Время от времени она общалась с другими бабочками. И почувствовала, что жизнь удалась. Что все идет хорошо. Вот такая вот замечательная история про бабочку. И вот вы прослушали эту замечательную метафору про бабочку. Я надеюсь, не просто прослушали, а где-то даже представили, а может быть даже что-то ощутили, связанное с этой историей. Дело в том, что это волшебные образы, очень глубинные символы, которые хорошо понимает наше мудрое подсознание. И уже после первого прослушивания включатся ваши скрытые резервы, которые помогут вам полностью измениться и стать такими, какими вы хотите быть. И, конечно же, если вы прослушаете эту историю три раза, то изменения станут 100% с огромной, глубокой гарантией. Удачного вам путешествия в новую жизнь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!